Уважаемые зрители, приветствуем вас На разборе, наверное, одной из самых интересных игр Суперфиналов Кэсбаскета Между Истоком Новосибирском и Шамкар, город Уфа Попробуем разобрать эту игру И с вами будут в ближайшее время Тренерский штаб баскетбольной БК МГАВК Малаховка Наверное, лучшей студенческой команды Может быть, не только Россия, а и Европа Десятилетия Неоднократных призеров и победителей Международной студенческой баскетбольной лиги И чемпионата АСБ и студенческой лиги ВТБ Анатолий Лапчев и Александр Фомин Начнем игру практически Со стартового выбрасывания Смотреть Уфа Полный зал зрителей Говорят, ребята, это, наверное, классная игра Ошибка Более ранние выпрыгивания от игрока Новосибирска И, соответственно, игрок Уфы при этом поймал мяч двумя руками Соответственно, мяч спорный достался Команде Новосибирск На самом деле, если посмотреть статистику То здесь на две команды всего три передачи То ли что-то со статистикой будет То ли здесь вся игра была один в один То есть каких-то суперкомбинаций и так далее не было Обращу внимание, что проиграли подбор Домашний И, к сожалению, это будет не единственный подбор Проигранной командой из Уфы Что в итоге, возможно, и сказалось На итоговом результате Домашний подбор после штрафного Проигрывать нельзя Но пока обращается внимание на то, что Нет каких-то взаимодействий То есть идут простые получения и обыгрыши При этом обе команды достаточно узко находятся на площадке То есть очень тесно игрокам Хотя, опять же, тот же ряд игроков Имеет очень хороший стартовый шаг Вот опять же, получение в пост Неплохая скидка на при сдваивании И два очка Здесь четвертый номер поднимается наверх Неплохое забегание Защитник явно опаздывает И открывает проход Хорошо прошел, осталось только забить Да, очень резкое завершающее движение То есть такой недостаток техники, наверное Сказался Можно обратить внимание, что Новосибирск играет Обозначает, по крайней мере, защиту по всей площадке Вот этот мальчик Жданов Алексей Очень неплохо двигается на ногах Закрывает левую сторону Своему оппоненту Я так понимаю, судя по статистике Основному игроку Тут сыграл 40 минут за игру И основной разыгрывающий Получается, в любом случае Тренер команду соперника изучал Отличный проход И страховки от Новосибирска не было И легкие два очка для уфы Очередной получается Энд-1 Точнее, очередной первый Энд-1 Штрафные То есть из позиции пост Очень быстро разворот И защитник явно проиграл В лицевую линию Некому было страховать Я, насколько помню, здесь сейчас опять Будет проигранный подбор Странно, но нет какого-то движения Которое могло быть То есть есть игрок, который хорошо играет в посту И идет достаточно много смещения Но при этом команда ищет вариант игры из глубины Опять разворот в лицевую линию Скидка И от Уфы приличное сдваивание Но подбор они проигрывают И здесь стоит обратить внимание на то Что сейчас Уфа приграла Три подбора подряд И если это 2011-2012 год Тогда еще были старые правила И на атаку давалось 24 секунды И то есть сейчас команда из Уфы Защищалась где-то минуту И для них это уже сложно И там многие ребята устали И уже придется делать какие-то замены Если разбирать причины То в дальнейшем может обратить внимание То есть игроки двигаются на подбор Двигаются в краску из Уфы Но они при этом не ставят спину Не отсекают своих игроков Они просто находятся рядом И поэтому за счет больше активности Может быть там чуть лучше прыгучести Траченко Дима у них собирает очень много отскоков Такой минус для команды И наверное для тренера Есть смысл задуматься Что над этим элементом есть смысл работать И вот сейчас будет такой Наверное Минусовый момент для команды Новосибирска Они Здесь открытая свободная треха Которую забили В ответ Причем Правда считали два очка Но в любом случае в ответ Пропустили тут же быстрый прорыв И дальше сейчас На некоторое время собьются на дальние атаки Хотя до этого им успех приносили Атаки из-под кольца Чуть назад вернемся Изначально по расстановке У первого номера На мой взгляд Очень тесно находятся игроки Видно то, что на экране? А там будет видно Игроки, получается, с нападения Находятся очень тесно Они практически в линию Стоят На одном На двух квадратных метрах И их Очень сложно Использовать это пространство Да, в этой ситуации Защита вообще располагается очень странно То есть При том, что идет Вот такое расположение нападающих Елочкой Защита оказывается В такой расстановке Где Трех игроков держат Два человека Да, на данный момент При такой расстановке Они справляются с этим нападением Но как только Происходит Активный момент получения И движение под кольцо Естественно Там двое проигрывают Трем Здесь получается И нападающие располагаются Очень тесно Ну и защитники потерялись Потеряли своих игроков Такой момент, который Выглядит Несколько странным Для начала игры То есть Расположись Игроки в нападении Допустим В данный момент Игрок номер 11 Убежал бы в угол Который посередине Здесь бы остался А игрок, который Вот сейчас стоит на штрафе Опустился бы вниз И получилось бы так Что игрок Этот красный последний Остался бы два против одного И Дальше это развивать Но из-за такой расстановки У них Получается пауза Достаточно неплохо По-моему закончилось Ну то есть Без очков Но в целом Достаточно активно Но опять же Это, скажем так Недостатки защиты А не правильные действия Нападающих Вот Расстановка Где каждый игрок Держит своего И Задача Любой защиты Тем более Имея преимущество В начало игры В первую очередь Не проиграть При этом Игрок Новосибирска Бросает Своего Визави Своего Нападающего И Бросается в дабл Ну в целом Может быть Не в самую плохую Зону То есть Достаточно близкую К Боковой линии И к центральной линии Но при этом Все остальные игроки Не смещаются И не создают Зон там Для перехватов То есть Это идет Достаточно спонтанно И приводит К преимуществу Нападения То есть Если рисовать То получается Что Игрок находится здесь Со своим защитником Здесь игрок получается Пусть там тоже Не самая идеальная Расстановка Но каждый с каждым То есть Новосибирск играет Каждый с каждым И они ничего В этой ситуации Не проигрывают Но как только Игрок начинает Идти вздваивание Сюда Играть Дабл Получается Что при первой же передаче Преимущество У нападающих Появляется И приходится Тушить пожар Что на мой взгляд Совершенно неверно И Тем более В начале игры Таких моментов Не должно быть Здесь мы видим Вот все Игрок свободно получает Дальше Дальше свободный То есть Преимущество есть И игрок Обыгрывает Получается Достаточно легкие Два очка Из ничего Вот эта Недисциплинированность В защите Приводит к таким Опять же Вуфай Правый Сторон Стрелять Открытый Еще идет Один трехочковый Третий Трехочковый Сейчас будет Не ошибаюсь Так Опять же Там достаточно Со средних Шоевров попал Но Три подряд Трехочковых При том Что до этого Приносили успех Броски Ближние Наверное Не самое Эффективное Действие Очень хороший Первый шаг И Заметьте То есть Когда с ним Защищался Жданов Алексей Он Строго Закрывал Левую сторону Зная Что У Гаранина Достаточно Хороший Первый шаг И хороший Проход В левую сторону И Это приносило Плоды Сейчас игроки Разменялись Может быть Тренер дал команду Чтобы отдохнули И Гаранин Сразу Пошел Очень активный Проход Сразу успел Зашагнуть И Видно Что действительно Он в левую сторону Идет гораздо Активнее Гораздо Агрессивнее И То что Тренер Новосибирск Этот момент Разобрал Наверное Дает Большой Большой Плюс И по ходу Игры Потому что Изначально Гаранин Не было возможности Обыгрывать У него Левая сторона Была строго Закрыта Причем Такая Очень Активно Закрытая Стойка Была У Леши Жданова Вот Что Явно Было Отработано На тренировках Ну Или По крайней На разборе Предыгровом Такая Поспешная Атака И Получается Отрыв 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 Получается Но Бегут Очень Узко То есть Все Три Игрока В центральном Коридоре Это Такой На самом Деле Не совсем Правильный Момент Но Отрыв Получается Поэтому Давайте Посмотрим Какое Получилось Завершение Завершение Было Свободное Игроку Осталось Только Забить И Чего Он Не Сделал То есть И Таких Момент И В таких Играх Даже Нужно Это Реализовывать Потому Что Таких Шансов Может Дальше Не Быть Очень Мало Ну Сейчас На мой Взгляд Гораздо Более Грамотный Пошел Трап То есть При Переходе Опять же Там Близко К центральной Боковой Линии Сейчас Мы Вернемся К этому Момент И Попробую Тоже Нарисовать Мне Нравится То Что Новосибирск Играет Агрессивно В защите Это Очень Хорошо Здесь Технически Было Сыграно Неправильно Игроком Который Закрывает Центр Если Не ошибаюсь Номер 15 Витязев Костя Ну Как раз Витязев Костя Играл В Новосибирске По АСБ И Здесь Он Обязан Был Закрывать Проход В центр То есть Он Находится В неправильной Позиции То есть Чтобы Если Видно Соответственно Вот Игрок С мячом Защитник Один Закрывает Проход Вдоль Боковой Линии И Витязев Должен Был Закрыть Четко Проход В Центр А он Занимает Позицию Атакует Мешая Своему Партнеру Даже Скажем Так Вот Такое Направление Создавая И У И У Появилась Возможность Спанулся За ногу И Витязев Получил Фол Поэтому Здесь При Неплохой Агрессивной Игре Причем Видно Что Игрок Идет В ближайшую Ближайшую Передачу Не пускает Ее То есть Игрок Отсюда Защитник К ближнему Игроку Смещается И скорее Все Этот игрок Пойдет Отсюда Получается Пойдет Смещение То есть Выстраивание Правильных Позиций Сыграть Активный Трап Правильно То можно Было Иметь Хороший Перехват Но В итоге Фол И мы Видим Прессика От Новосибирска Опять Получается Игрока Загоняют Под Сдваивание И опять Игрок Открывает Линию Атаки И на этом Получает Фол В очередной Раз То есть Это Явно Недоработанные Моменты Когда Один Защитник Заставляет Ити В лицевую Линию Здесь Вроде Как Встречает Его Партнер И должен Закрыть Строго Эту Лицевую И должен Быть В хорошем Месте Должен Сыгран Сдваивание Сыгран Дабл Но Игрок Разворачивается И открывает Движение Туда же Ставя За слон Своему Партнеру И в итоге Коленом Такое Направление Коленом Цепляет Естественный Фол Ненужный Зарабатывает Опять же Трех очков Очень поспешный Вы только что Были в защите Секунд Двадцать Активно Защищались И Вы делаете Атаку На пятой Секунде Через руку Считай Без подбора Команда Только прибежала И вам Снова Нужно Защищаться Сейчас игроки Стояли Смотрите Ситуация Получилась Когда После подбора Мяч оказался В углу Игрок явно Правильно сделал Что не стал бросать Потому что он был Бесподборный Бросок Он получил мяч На подборе К нему идет Сдваивание И Лицевая В принципе Вся свободная Ни один защитник Не видит Все защитники Располагаются Вот таким вот образом Раз защитник Два защитника Все смотрят К игроку Здесь пойдет Игрок на сдваивание Сюда Здесь игрок Соответственно Закрывает центр Игрок развернется Нападающий И у него Получается Должно быть В данной ситуации Как минимум Два продолжения Но игрок Уфы Который находится В дальнем углу Сюда передачу Не отдать Его должен У него должен быть вход Под кольцо На продолжение Потому что Его этот игрок Не видит И он Соответственно Сможет Открыться Под игрока Но Он Гру говоря Далеко В отстойнике И здесь Помочь ничем Партнерам Не может И отсюда Следует Перехват Потому что Защитников Сейчас Пятеро Против Четырех Нападающих Здесь Защитники Явно Не разобрались То есть Просто бросили Игрока С мячом И Неконцентрация В защите Недопустима Тем более В финале Очень неплохое Забегание Вот здесь Посмотрите На ситуацию Как она Она должна Разбираться У нас Получается Игрок С мячом Забежал Получил Мяч в углу К нему Бежит Защитник С центра Причем Из верхней Позиции Здесь Игрок Очень неплохо Борется За позицию Нападающей И отъясняет Защитника Который Закрывает Ему Прямое Получение И вот Эта позиция Точка Элбол На которой Должен Оказаться Нападающий И он Есть А он Берет В момент Соответственно Перед передачей Берет И уходит В центр Краски То есть Он отсюда Делает движение Вместо того Чтобы сдвинуться На элбол Он идет К своему игроку И в итоге Встает на линию В закрытую линию Передачи И отсюда Получается Дальнейшее Неправильное действие Игроку приходится Самому выходить Да, там Он вернулся И отдал передачу Но все могло быть Разыграно гораздо раньше Гораздо эффективнее И Два мимо Сейчас был Переход В нападение После подбора И посмотрите Как бегут игроки То есть В одну линию На одной скорости Игрок с мячом На мой взгляд Игрок, который бежит Впереди Должен делать Очень агрессивный Активный рывок До угла площадки И этим провоцировать Движение Защиты Раскрывающие краску Раскрывающие Зоны Но Они бегут Вместе Получают Передачу На расстоянии Двух метров Что Не совсем верно Все-таки Это быстрый прорыв И возможно Забить легкие очки Да Пока есть пауза Это стоит отметить Полно болельщиков И поддержки у команд Много И Ну игра Соответствует Конечно По накалу страстей Здесь сейчас Сидишь Смотришь То есть Много конечно Брака Много Ошибок Отличная скидка В центр Сейчас Шикарный проход Есть смысл Разобрать момент И хороший вход Как бы от игрока Новосибирска В центр Игрок получается Пошел в проход В лицевую линию Защитник его пропустил И второй защитник Пропустил в лицевую линию Про то что мы говорили До этого Так ошибался Новосибирск Теперь здесь точно так же Ошиблась Уфа То есть это Сложный момент Игрок проходит И самое главное Не пытается отдать Передачу отсюда Пока через руки Он доходит Достаточно В далеко В лицевую линию И создает себе Хороший угол передачи На игрока Входящего в центр краски Соответственно Отсюда Полукрюк правый Бугунов Максим получается Забивает достаточно уверенно Неплохой подбор на чужом Но очень сложную атаку Игрок стал делать Такая В сторону кольца Очередная нереализация То есть Хотел ругать защитника За то что тот Проиграл в центр В центр Вот при такой защите Вообще проигрывать Табу Страхуется очень тяжело Но Реализация Опять же То есть Нападающего Нивелировала Все плохие действия Защитника Да если так посмотреть До конца Разница была 9 Финальная игра И в конце 3 Сократили до 5 Ну да То есть 4 очка Там даже не за минуту Там секунд За 30 Опять начинается Со сдваивания То есть Отработанный момент И опять Игрок проигрывает В свою сторону Я так наверное Назвал Притом То что этот игрок Как раз до этого Очень хорошо Закрывал левую сторону Гаранину Николаева Сейчас получается Почему-то Неправильная позиция Вот здесь Игрок стоял правильно Посмотрите Просто это очень Такой явный момент Для новосибирска Мне кажется Что игра Не в этих ситуациях Правильно Был бы счет В их пользу Гораздо больше На данный момент Что столько Активной игры Которая завершена Неправильными действиями Вот смотрите Игрок номер 15 Кросс Витязев Занимает правильную позицию И у игрока Нет возможности Движения У него некуда Ему деваться У него получается Закрыта боковая Закрыта центральная линия Да игроки Которые стоят Снизу Новосибирцы Они не идут в перехват Неправильно Но правильно идет Дабл То есть Какой-то элемент Который по-любому Затруднит И есть шанс Что перехват Начинают Сомнево смещение Здесь оба игрока Точнее все три игрока Должны Занимать несколько Другие позиции Там сзади Выстраивать Зон Но дальше Что делает Витязев Он берет И смещается Своей правой ногой Своего партнера В лесу Жданова Вытесняет его И открывает Центр площадки Посмотрите Он смещается Он смещается Толкает Получается Своего же Открывает центр площадки И из ничего Выпускает Игрока Из Сдваивания Повезло Что сделали Потерю Но Это ситуация Которая могла Привести К легким Двум очкам При собственном владении Вот посмотрите Пожалуйста Сейчас момент Который На выносе Golden State Играет постоянно Эти активные Атаки Если видите Расстановку То игрок Которого сейчас Не видно на экране Который в углу площадки Он совершенно один И туда Должна идти Передача Для Дальней атаки Совершенно свободной Эту передачу Никто не перекрывает Но вбрасывающий Игрок на нее Даже и не смотрит Если Посмотрите На остановку То есть комбинаций Таких может быть Много в игре И здесь Можно Вбрасывающему игроку Сделать шаг назад Там на метр От площадки Чтобы создать себе Угол для передачи Игрок находится в углу Здесь Он на самом деле Здесь сейчас Уфа Уходил Со средней дистанции То есть Ну здесь Опять же Хорошо бьешь в среднем Бей вставай на среднем Хорошо бьешь дальний Бей с дальней И вот получается Что Практически без комбинаций Идет вынос Но за счет расстановки За счет Вот такой Получается Расстановки Новосибирск Каким-то причинам Смещается Вот таким вот образом На этих игроков Занимая Ну про позицию зоны То есть они играют в зоне То есть два игрока Здесь получается Здесь получается Из всей защиты Три игрока Вообще не держат Никого В том числе Не держат Вбрасывающего Не держат Игрока в углу Последую сюда Передача Прямая Нацеленная Четкая Игрок имеет Совершенно свободную Атаку Без кого-либо Из Оппонентов Этот момент Нужно и видеть И реализовывать Давайте сейчас Вернем К мячу Мяч Убрасывающего Смотрите Сначала он находится На позиции Достаточно свободный Игрок Показываю на экран То есть он Игрок номер 10 У Новосибирска Не смотрит Под кольцом Он может даже Под кольцом Остаться в этой ситуации Потому что его Защитник потерял И здесь наверное Очень важное правило И мне кажется Каждый тренер Должен этому учить Своих игроков Что в баскетболе Нужно смотреть Не на мяч Не на партнеров А большую часть времени Смотреть на своих Защитников Что видят они Как стоят они Куда смотрят И это дает Просто огромные Преимущества в игре Здесь сейчас Игрок Уфы Может войти И под кольцо И получить прямой патч Пас под кольцо Смотрите Десятка Новосибирска Сдвигается Уходя Все дальше и дальше Из краски И делает Активное движение Под кольцо Номер 17 Уфы может забить Свободные 2 очка Хорошо Боится там Как бы Активного движения Сейчас он получается Один Вдоль лицевой линии Соответственно Может выполнить Хорошую дальнюю атаку Либо среднюю Но к сожалению Вбрасывающий игрок Тоже этого не видит Прессинг от середины Давайте посмотрим То есть В прессинг И при этом Расстановка Уфы Наверное Важный момент Для тренеров То есть Новосибирск Браво пользуется тем Что Уфа Не открывается В центре Они играют Прессинг 1-2-2 От середины площадки То есть Есть игрок Загоняющий Который встречает Игрока с мячом Дриблера И пытается Загнать его в углы Здесь есть Один защитник Здесь второй защитник Два защитника Получается На своей половине И при этом Уфа Способствует По максимуму Хорошей игре Этого прессинга У них Нападающий Приходит в угол И обычно Следует ему передача И потом идет Сдваивание Нападающий В другом углу То есть И никого Вот в этой зоне То есть В зоне Куда должен входить игрок Для того Чтобы Можно было Дать ему передачу И все Прессинг разбит В этой зоне Обычно никого нет Опять же То есть Игрок с мячом Двигается четко По центральной линии Он никогда не смещается Чуть правее С тем Чтобы лежать левее С тем Чтобы подать передачу В эту зону Ну Не наигранный момент Не разобрали его Не в перерыве Не разобрали его И в тайм-аутах Может быть разбирали Но опять же Там в силу ажиотажа Игроки не смогли Выполнить Установки тренера Но в итоге То есть Прессинг все равно Какие-то свои Плоды Новосибирску приносит Несмотря на то Что технически Многие моменты Те же сдваивания Исполняются неправильно Это же дальний Средний То есть Бросок Да С шести с половиной метров С шести метров Но с заступом Шикарный проход Да Отличное исполнение Вот сейчас Активное сдваивание Но Подпустили Ничего-то В любом случае То есть Очень сложная Атака Добились своего Добились Да Добились сложной атаки То есть Задача прессника Даже и не Перехватить мяч А заставить команду Сделать какую-то Поспешную атаку Украсть время От атаки Секунд пять-восемь И так далее Я даже хотел Чтобы Александр Сергеевич Повторил эти моменты Потому что Украсть время И затруднить Заставить Сделать сложную атаку Это основные моменты Прессинга Не перехват И не попытка Сделать Там провалиться То есть прессинг Это такая же Очень похоже На фол Нападение Это активная защита Заставляющая Ошибаться Нападающих А не Самим Перехватывать мяч Сейчас был вход В эту зону В которой мы рисовали И передачу туда И сразу Соответственно Преимущество Сложно Но реализуем И вот Баскетбольный Бог Он видит Многие моменты Правильно сыграно И Сразу Два очка Ну прямо Монстр разворот Номер 11 Ну вот Про то Что мы говорили С самого начала Они имеют Очень много Преимущества В Новосибирск С игры В посту От Расченко Дмитрия И в начале Отрыв Именно он и сделал В первой четверти И потом Новосибирск Почему-то бросил Ну наверное Как заготовку Оставил Эту игру На концовку Одного Из своих лидеров Хотя он И забил Если не ошибаюсь Больше всех В этой игре Но По ощущениям Мог это сделать Еще больше Партнеры Его снабжали Туда Почаще Просто был момент Когда они просто Бросили на него Играть Он просто хотел Сделать Стопич подбор 18 очков 18 Поэтому Говорил Не давайте мне мяч Чтоб я не забил Больше Подобрать Не смогу Сейчас Средний Ну да Как раз От Парфенова Который Отдохнул Предыдущие Две атаки Неизвестно Что лучше На мой взгляд Лучше бы Там отработал Опять же Сложный Трехочковый При том Что до этого Хорошо сыграли Спаста То есть Вот эта попытка Спасти родину Александр Сергеевич Абсолютно прав Она Она Должна Оказаться И Опять Проход В Боковую линию Игрок обязан Закрывать Ее Всего лишь Нужно поставить Ногу Ногу На линию И все И Нападающий Игрок не сможет Пройти Атак Оставил Щели И все Но Опять же Хочу заметить Что в этой четверти У Новосибирска Гораздо меньше Фолов Они гораздо Аккуратнее Играют Попытка Очень хорошей Передачи Не стал бы Даже ругать Молодец Первый номер Что Пытается Эти острые Передачи В отрыве Сделать Да Задумка Была хорошая Но здесь Наверное Хочу отметить Что Количество задумок Новосибирска В этой игре Гораздо больше То есть У них есть Четко выстроенный План Да Они как бы Но есть сдваивание В углах Есть изначально Активный прессинг Против Горанина Николая Причем Закрытие Ему левой стороны Проходы В левую сторону Очень четкий Есть Соответственно Моменты С игрой В пост На Тращенко Дмитрия И вот эти вещи Они работают Они приносят Свои плоды Да Может быть В этой игре Не лучшим образом Но Они работают Это такие вещи Которые видно Отрабатывались На тренировках И по крайней мере Явно Из игрового плана Ситуация Опять же То есть Непонятно Нет разговора То есть У обеих команд Конечно Не слышно Новосибирск Может быть Этого чуть лучше Но Уфа Не разговаривает Вообще В защите Сейчас При выносе Из-за боковой линии Два игрока Стоят И не могут Разобраться Кто кого держит И в итоге Два совершенно Свободных Получения Ну ладно Первый там При выносе Здесь Его как такового нет Но в итоге Что игрока Вбрасывающего Что игрока На дальней стороне Никто не держит И здесь Можно на дальнюю сторону Переводить Иметь свободную Атаку На ближнюю сторону Идет свободный Пас обратный Игроки стоят То ли между собой Разговаривают То ли Ну в задумчивости Но ни один из них То есть Не разговаривают Самые главные Игроки из-под кольца Большие игроки Не подсказывают Кому где быть Разговор в баскетболе Это сверхважная вещь Которую нужно Своих игроков Учить Любому тренеру То есть Из-за неправильной Неактивной игры Идет опять Свободная передача В пост И Отвоеванный подбор Опять же За счет активной игры Дима Тращенко Очень дальняя трешка Я наверное здесь Добавлю Что Для тренера То есть Очень странно То есть На мой взгляд Идет как бы Активная игра В пост На лидера Командного Сибирска Но это не только Проблема игрока Который защищается С Тращенко Это проблема игрока Того Который отдает Ну Тот Кто опекает Того Кто отдает передачу Активная игра Повем на мяче Должна быть А ее В игре Уфы К сожалению Не видно За счет этого Тращенко Получил очень много Свободных передач Последние три минуты Одну очко Да это он такие Два забил Сейчас Промазал Промазал Да В тебя мог быть розыгрыш До самого кольца Вернемся Наверное Посмотрим Потому что Здесь очень много Было открытых мест краски Игрок побоялся Войти В свободную зону Чуть Больше придется промотать Но Мне кажется Это важный момент Потому что Для игроков Наверное Даже больше Посмотреть Насколько много Свободных зон Которые В которые Они сами Не входят Да Здесь Когда есть возможность Забить мяч Из-под кольца Ну вот Смотрите То есть Вся свободная зона В краске Вот эта Она Она Открыта Здесь Получается В игроке Уфы Два защитника Да Чуть глубже Получается Два защитника И весь Вход Свободный И Лифанов Наверное Здесь Получается Должен Входить Прямо Под Самое Кольцо Он Будет Там Один Получать Передачу Забивать Из-под Кольца Потому что Все Защитники Стянуты Номер 9 Новосибирска Не Не Играет Активно Он Смотрит На мяч Он Не Видит Своего Оппонента Ну и В итоге Лифанов Останавливается Если я Правильно Помню И Не И И В позицию С которой Вот Смотрите Здесь Он Начинает Движение Он Притормозил И Когда Игрок Отвернул Сток В этой Ситуации Пошел За лицевую Ну В этой Стас Он Даже За подбором Поучаствовать Не Может Только Ткнуть В мяч Ну Хорошо Там Подобрали Но Вообще Должно Было Быть Два Легких Очка Прям Новосибирь Затоптал В краске На грани Трех Секунд Был Витязев То есть Он Не Выходил Из Трехсекундной Зоны Хорошо Что Была Такая По Футбольному Скай В неактивной Позиции Вот Ошибка Которая Здесь Игрок Должен Ускориться А он В таком Жем Прибежал Из-за Этого И Вторая Промах Шикарный Проход Промах Из-под Кольца Здесь Прям Пошли Такие Ажиотажный Баскетбол Все Один В один Сложные Атаки Здесь Да Уже То есть Активность Ребята Очень Хотят Выиграть Усталость Ну Здесь Да Очень Мягенько Аккуратно Харс Витязев По-моему Забил Да Молодец Гораздо Надежнее Чем Предыдущую Атаку Причем Я В какой-то Веке Подустала Не особо Активно Возвращалась Обратно Поэтому Иногда Чтобы быть Первым Нужно Немножко Отстать Да Да Хорошо Там Добились Штрафных Не помню Как они Там Реализовали Сейчас Посмотрим Но Опять же Если Возвращаться При Активном Проходе Один Из Огроков Уфы Оставался Мешатель Он Не Двигался Не Создавал Пространства Для Партнера Не Создавал Пространства Для Своей Для Передачи Себе Смотрите То есть Вот Здесь Конечно Должна Идти Передача В любом случае Последует Движение Пас под Кольцо Ее Нет И дальше Игрок Просто Стоит Он Не Знает Чего Делать Он Не Знает Куда Двигаться Он Просто В панике Там Номер Получает 14 Идет Проход В этой Ситуации Идет Скидка Партнеру И Насколько В данной Ситуации Парфенов Женя Не Занимает Позицию То есть Мы Не Берем Там Был Фол Не Был Фол Но Он Обязан С дальней Стороны Занимать Позицию И Вот Четкое Отличие От Тращенко Дмитрия Который В этой Ситуации Боролся За Подбор Пытался Ставить Спину Здесь Просто Подходит Зона Куда Потенциально Может Быть Отскок Вот Хороший Пас Внутрь В Лицевую Небыстрый Проход И Опять То есть Здесь Я думаю Можно Забрать Страховку То что Батимиров Вышел Поздно То есть Впереди Он Раньше Игрок Не имел Выноса На кольцо Могла Быть Пробежка Ну Страховки Вообще Не было Уфы В этой Игре То есть Они Не Разбирали Активность Игры Новосибирска Из Поста И Это Прямо Четко Читают Потому Что Здесь Не было В этой Ситуации Первое Что Хочу Здесь Сказать То есть От Жданова Идет Пас Из Центрального Коридора В пост На усы И Такая Передача Чаще При Правильной Защите Такая Передача Чаще Сего Будет Перехватываться Поэтому Здесь Нарисует Момент Жданов Соответственно Непонятно Почему Его Оппонент Защитник Находится Не Закрывая Линию Кольца И Вот Передача Вот Должна Проходить Никоим Образом Тем Более Там В Концовках Защитник Просто Находится На спине Хотя Должен Занимать Позицию Закрывающую Линию Передачи Вот В итоге Идет Получение В пост Где До этого На Сибирск Практически Всю Гру Делал Разворот И Целую И Набирал На этом Очки Здесь Мы Видим Примерно То же Самое Как Игрок По Наверное 10 Разворачивается И Мы Видим Как Радмил Батимеров Идет Страховку Но Идет Поздновато С тем Что 10 Номер Уже Вынес Мяч Кольцу Приди Он Раньше На Вот На Полметра На метр Да То есть Когда Игрок Начал Разворачиваться Вот Здесь Начни Он Активное Движение И Встретил Бо Он За Краску Уже На Границе Краски То У Десятого Было бы Другое Предложение Это Была бы Сложная Атака Но Он Мог бы Сделать Потерю В этот Момент Либо Шла Какая-то Дальняя Передача Которая Тоже Не Увенчалась Успехом Пропущенные Два Очка Здесь Мы Видим Что Он Делает Движение Под Кольцо Защитник 21 Вместо Того Чтобы Сделать Движение Настеречу К У него Цель Накрыть У него Нет Цели От Защищаться И Он Поэтому В данной Ситуации Он Не Смог Не Хватило Прыжка Не Активный Прыжок Получается Даже У Разворачившего Прыжок Больше Инерции И Естественно Задача Вообще Не Дать Выпрыгнуть Нужно Встретить Максимально Далеко От Кольца Такая Ошибка Практически Фатальная Да И Заметь Что Игроки Уже Очень Уставшие Минуту До Конца Да Есть Усталость Есть Всего Там Буквально Четыре Атаки Хороший Вход Запоздалая Передача Суета И лишний Пас То есть Давайте Просто По таймингу Разберем Этот момент Потому Что Он Явно Двухочковый Как Предыдущий Который Мы Говорили Когда Уфа Не Реализовывает Очки Свои Вот Игрок Получает Мяч Как раз таки Вход Сделал Игрок То есть Игрок Сейчас Делает Вход Достаточно Вовремя А передача Идет Запозданием Ну Понятно Что Стресс Концовка И Определенные Риски Но Здесь Идет Игрок Под свободное Кольцо И конечно То есть Это Минус Сверхактивной Зоны Когда Вся Линия Кольца То есть Вся Линия Получается Вот этот Весь Нижний Сектор Он В целом Свободен Практически Полыгры Было Новосибирской Оттуда Уфа Должна Была Забивать Нога Но К сожалению Это Не Разобрано И Передач Практически Не было Если я Помню Одни Один Вход Был Который Был Реализован И Смотрите Игрок Побежал Игрок Который Дал Пряжение Мне кажется Такое ощущение Что вообще Выпрыгивал Бросать Сначала В последний Момент Решил Отдавать Ну И Самая Передача Шла Еле Еле То есть Когда идет Паззона Он должен Быть Очень Быстрый Быстрый Активный Здесь Получается Тайминга Не хватило Для того Чтобы Игрок Имел Свободные Два Очка Игрок Невысокий Поэтому Он Вышел Дальше Начал Пытаться Перепихнуть Мяч Партнеру Ну И Соответственно Потери Эти Два Очка Очень Важны Были Бы Наверное Для Зрителей Для Овертайм Да Здесь Жданов Делает Паузу Команды Ведет Ну То есть Гораздо Грамотнее Да То есть Абсолютно Правильное Решение Не Делать Поспешную Атаку Пауза Первый Номер Взял Мяч Руки Что Смогу Привести К Активной Защите В целом Неплохой Проход И Очень Глупый Фол В Концовке Получается С 27 метров Два Штрафных Броска То есть Будет Тот же Ровный Счет Или Минус Одно То есть Эта Ошибка Была бы Еще Дороже Ну Я был Да Могла бы Вообще Фатальней Да То есть На ровном Месте Лидер Уфы Коля Гаранин Собрался И Вот В концовке При том Что Всю Игру Реализовывали В лучшем Случае Один Из Двух Забивает Два Штрафных И Наверное Это Очень Такой Хороший Момент И 26 Секунд На Атаку У Новосибирска Не знаю Что С таймаутами В этой Ситуации Но Обе Команды Их Не Берут Нет Был Таймаут Был Соответственно Вынос С Половины Соответственно Брал Новосибирск Таймаут Но Мне Непонятно Что Решила В данной Ситуации Команда Уфы Потому что Оставшиеся Две секунды Которые Останутся После Атаки Новосибирск Ну Понятно Что Новосибирск Будет играть Максимально Долго Этого Этого Недостаточно При такой Игре Для Реализации То есть Здесь Нет Едэшка Нет Не Сергей Белов Не Александр Белов На площадках То есть Уровень Мастерства Игроков Пока Не такой Чтобы Реализовывать За 2-3 Секунды И Поэтому Сейчас Мы можем Посмотреть На какие-то Тренерские Решения Которые В концовках Очень важны Пока Уфа Защается На мяче Активно Но Не более того По-прежнему Есть там Активные Передачи Они также Стоят В зоне И 2 игрока Не держат Никого Сейчас Посмотрим Пойдут В вздваивание Пошли Но Неправильно Все-таки Получили Заработали Да То есть Фол Непробивной Ну Достаточно Ранний То есть 20 секунд В целом С попыткой Сыграть Перехват Получили Фол Неплохо Достаточно Грамотно Витязева Держит Двоем Как Основного Игрока Да То есть Сдваивание И вот Почему Здесь Два очка Но Судя Не засчитывали Их Сайм Аут Их Последняя Атака Какого-то движения Мы не увидели И идет Потеря И здесь Должен быть Фол А его Нету Да То есть Это Очень Стран То есть 7 6 5 И все Как бы Все Фола Нету То есть Непонятно Что Пытается Сделать Уфа Ну вот Соответственно Если смотреть Что Вынос После Таймаута Я предлагаю К нему Вернуться И дальнейшие Действия Их Ну как Не знаю Потерянность У игроков Бывает Такое То есть Возможно Они просто Перегорели В таймауте То есть И тренер Рисовал Что-то Важное Игроки Просто Не услышали Это Бывает Много разных историй На эту тему И здесь Конечно Самое сложное Найти Того игрока Который Сумеет И получить Мяч И забить Его У нас Получился В 19 Ну почему Было четко Что играем Через Алексеевича Финал 2019 Года АСБ Приглашаю Всех К рассмотрю Итак Дорошев Вводит Мяч В игру Опекает Капитан Команды Дуард Семенов Активно Мешает Выходит На мяч И не заступая Здесь Пошел Под кольцо Выигрывает Скидка На дугу Дорошев 3 секунды Скидка На дугу И на победу Бом Комон! Невозможно! Нереально! Они слезли в вип-трибуну! Будем надеяться, что там никто не пострадал, что там никто из как раз вип-персон здесь не пострадал. И у нас герой Павел Алексеевич, обладатель феноменального атлетизма, участник конкурса по броскам сверху, и судям надо, похоже, определить, опять же, что там было. Соответственно, нужно еще понять, сколько времени осталось, осталось что-нибудь быть или нет. Когда вы снесли антиповую? Да, да, да. Нет, ну то есть, я признаюсь честно, на площадке было три человека, которые могли реализовывать. Два вот просто были не готовы. И вся скамейка, то есть их нельзя было заметить, потому что на скамейке игроки сидели так же, психологически не готовы забивать, получать, еще что-то. Но нашлись люди, то есть, слава богу, спасли Семенца, который мог отдать передачу. Он был с травмой, там достаточно серьезный, там долго не играл. Вот, ну вот здесь расстановка, линия, Новосибирск продолжает играть в зону. То есть, нет прямого выхода, получается, на получение. Идет попытка стать очень близкое получение к мячу, и давайте смотреть медленно. То есть, получение где-то в краске, хотя осталось секундочку. Игрок, соответственно, ставил заслон на получение в краске. Давайте сотру. То есть, ставил заслон игрок Уфы, для того, чтобы там вышел партнер получить на границе краски. Но сам после этого должен был развернуться, пойти получать на штраф. Но он побежал дальше, там как бы, и только потом через дугу уже вышел в спину своему партнеру. Вернее, в спину защитнику, вместо того, что перед ним. И все, продолжения нет. То есть, линии передачи все закрыты. Ну, то есть, дальнюю передачу вбрасывающий игрок не видит. И нет, то есть, за, там сколько там, по-моему, секунд 6 или 7 здесь время сейчас не будет. 10. 10 секунд, то есть, ну, можно получить и в центре. То есть, какой-то, то есть, должен быть экстравариант, если не получил задумка тренера. А ее здесь получается экстраварианта нет. То есть, игроки, ну, два игрока просто прячутся от мяча. Два игрока Уфы. И вбрасывающему делать нечего. Он дает наиболее, там, свободную, по свободной линии. Ну, сротом, дальше после этого следует потеря. Ну, такая, то есть, к сожалению, не концовочная атака. Ну, здесь Новосибирск в защите делает все правильно. Они закрывают всю ближнюю сторону. Акцент туда, оставляя дальнюю сторону, но зная, что эту передачу на этом уровне отдать очень сложно. И мы видим, что так и будет. Ну, да. То есть, вообще, тренерские решения у Новосибирска, при всех, там, минусах технических, там, игроков, не относительно Уфы, относительно, наверное, какого-то идеала, они в итоге привели к выигранной концовке. Давайте еще разочек посмотрим, потому что... Движение, когда будет. То есть, здесь двойной даже заслон получается от игроков Уфы, и потом оба игрока начинают прятаться. То есть, там... Да, при личной защите, наверное, это бы получилось. При Заной мы видим, что заслоны идут ни в куда. Также сбрасываешь еще не согнутые ноги, он стоит напрямую еще там отдать. Да, посмотрите, насколько мы сейчас... С запозданием игрок, там, номер 12, сначала как бы увидеть, что некому отдавать, и при этом снова придется в спину игроку Новосибирска, вместо того, чтобы выбежать в центр, получить эту передачу. Ну, хорошо-то, там, здесь защитника, он уперся в спину защитника, должен был сюда быть, тут движение, свободная передача, там, 10 секунд на какую-то реализацию, бросок, там, базар, все что угодно. Но здесь до этого, к сожалению, даже, может быть, к счастью, для Новосибирска не дошло. Перехват, на самом деле, очень тоже момент такой, то есть, с одной стороны, игрок перехватил и выбрасывал в сторону центра площадки, перехватив, будь обратный перехват, была бы свободная линия атаки, то есть, здесь такая череда тактических ошибок, но в итоге Новосибирск остался с плюсом. И вот это вот в конце передачи, как бы с двух рук катнуть мячик, то есть... Да, и в итоге Новосибирск играет эту игру. Приятное ощущение победы. Ну, что ж, подводя итоги, скажем так, победу одержал тренер Новосибирска, его задумки сработали, и здесь могу его поздравить, это Женя Бачкарев молодец, отработал, и с этими ребятами, мало того, то есть, ну, подготовил ребят, которые в итоге проявили себя там даже и на студенческом уровне, в лиге АСБ, то есть, это очень, очень даже неплохо. Как итог, наверное, любую команду было бы жалко, у Фу, у Фе не хватило. Мне кажется, в первую очередь сил, потому что играть в пятером без замен, в такой игре с такими нервами очень тяжело. Что делать игрокам? Игрокам нужно готовить себя и технически, причем это должны быть элементы как коронные, так и общие, и технико-тактически. Здесь им может помочь только тренер, который должен объяснять позиции, объяснять, соответственно, нюансы, которые могут быть в баскетболе. Понятно, что это, наверное, даже не совсем школьный уровень, но какие-то азы, какие-то углы передач, какая-то помощь партнеру, разговоры на площадке, то есть, умение разговаривать с партнером, то есть, это то, что сверх важно. То есть, не нужны какие-то комбинации, но что мне не понравилось? Обе команды играли очень узко. Если посмотреть на доску, то практически вся игра в быстрых переходах строилась внутри вот этого коридора. То есть, она вся шла вот в таких коридорах, и поэтому очень большое количество нереализованных быстрых прорывов. Крайние коридоры они практически не использовали. Все шло через центральный коридор. Это минус. Мало того, то есть, позиционное нападение очень часто в одной точке находилось по 2-3 человека, и получается зонная защита, которая на это настроена. Один игрок удерживал двух, а то зачастую и трех нападающих, просто находясь рядом. Туда нельзя было дать передачу, и он успевал там, даже если она проходила, к любому из игроков. И это неправильно. То есть, скажем так, определенного спейсинга, модное там слово сейчас, расстояние между игроками, оно должно быть, и должно быть неудобным для защитника. А здесь у обеих команд, у Уфы больше, у Новосибирска меньше, было очень много моментов, когда они находились в одной точке по 2-3 человека. Ну и, соответственно, защита. Понятно, что при маленькой ротации Уфа была вынуждена играть, окопавшись у себя в краске. Новосибирск первую половину выдержал достаточно активный прессинг, и вот как только они снизили активность, то есть нужно любому игроку понимать, что цель прессинга — это не перехват, цель прессинга — это не проиграть, это украсть, как Александр Сергеевич сказал, время, это украсть активно, вернее, заставить сделать сложную атаку, то есть те вещи, которые позволяют получить преимущество. Ну, для тренеров, я добавлю потом, Александр Сергеевич. Да, и по игрокам пару качи скажу, которые очень важны. Первое — это защита, защита один в один, а также командная защита, правильный выбор позиций, страховка, а потом чтение игры, где в какой момент быть, как сыграть, куда отдать пас, читать игру на 2-3 шага вперед, то есть знать, как, если в этой ситуации я получу мяч, что будет делать защитник, и как мне в этом быть. То есть вы должны, получая мяч, уже знать, что будете с ним делать. А иногда бывает, даже в этой игре было видно, как игрок получал мяч, 2-3 секунды думал, что с ним делать, уже момент даже проходил, который он мог отдать пас, либо сбросить, и в итоге шла очень долгая пауза, и защита успевала сместиться. И если взять игру, это штрафные броски, вам никто не мешает, просто встаете на линию, подготовились, забили этот бросок. Ну, пожелание к игрокам, если на игроках закончить, я знаю, что все игроки любят смотреть хайлайты, причем и на школьном уровне, и на студенческом, и на профессиональном. И на школьном, студенческом мало игроков, которые смотрят какие-то отрезки игр, и, соответственно, разбирают позиции. Про то, что сказал Александр Сергеевич, про чтение игры, про вход на правильную позицию. Смотрите не только хайлайты, потому что в хайлайтах вы увидите только забитые мячи, не видите ошибок, и обычно это индивидуальная реализация, редко, когда появляются моменты, связанные именно с правильным выбором позиции. Ну, естественно, то есть тренеры этому тоже могут учить, и должны учить, но в первую очередь, ну, наверное, то, что было у Новосибирска и было гораздо меньше у Уфы, это игра один в один. То есть это, наверное, основа школьного баскетбола, и здесь умение играть один в один, умение, соответственно, обыгрывать в обе стороны, это то, что должно быть, чему должны быть игроки обучены на школьном уровне, тогда, соответственно, сразу будет легче играть, как только появится пространство, будут, соответственно, обыгрыши, скидки и реализация. А так, даже несмотря на то, что эту игру я уже смотрел, все равно под конец был манграш, и то, что такой подарок для зрителей, для зрителей, которые были на трибунах, для зрителей, которые смотрели это в записи, для зрителей, которые смотрят это через почти десять лет, ну, на самом деле, я думаю, что эта игра останется в истории, как одна из самых, наверное, интересных, с шикарной концовкой. Ну да, я думаю, даже ребятам, которые здесь принимали участие, зрителям посмотреть сейчас будет очень так это... Память на всю жизнь, да, то есть... И если в Новосибирске, наверное, это будет приятное ощущение, то у Финца, наверное, не очень. Всем игрокам желаю индивидуального роста. Понятно, что сейчас такая достаточно сложная обстановка, но в ней можно работать над каким-то своим индивидуальным мастерством, над какими-то коронными элементами, и сейчас очень мало времени у тренера есть, ну, возможностей в тренировке уделить время индивидуальному вашему мастерству. Поэтому вот сейчас, во время, когда вы можете работать над собой самостоятельно, уделяйте внимание коронному элементу. Большинство сверхтоповых игроков, начиная с Айверсона и заканчивая Джорданом, имели всего один-два коронных элемента. Если брать Короча, которого вы даже не знаете, наверное, кто это, человек, который, именно которого назывался целый кубок европейский, один из самых известных и топовых югославских баскетболистов, ну, то есть его имя назывался Еврокубок, он имел, в принципе, практически один свой коронный элемент, но отрабатывал, работал над ним столько много и так эффективно, что он приносил ему огромную пользу. Ну, и, наверное, здесь же скажу про Сергея Александровича Белова, который глобально тоже имел одно четкое завершение, то есть резкую остановку выпрыгивания вверх и шикарную реализацию. У него не было огромного распыления по элементам игры. Это человек, легенда европейского баскетбола, первый человек, который попал в зала славы МБА, человек, который зажигал олимпийский огонь. И это пример для того, чтобы понимать, что в баскетболе можно делать какие-то одну-две вещи, но делать это великолепно и лучше, чем все остальные. Вот желаю вам реализации, желаю через баскетбол иметь друзей, партнеров и дальнейшую, соответственно, успешную либо карьеру в баскетболе, либо карьеру в жизни с тем, чтобы вы могли реализоваться, потому что спорт учит быть в команде, баскетбол, по крайней мере, учит быть в команде и дружить с партнерами, помогать, ощущать плечо. Достаточно или Александр Сергеевич? Я говорил очень долго, прости, друг. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok